Ларри Уэллс установил новый личный рекорд в жиме штанги, а его друг получает ужасную травму, что с ним стало после отрыва грудной мышцы. Василий Комоцкий по прозвищу Пельмень выступил на турнире по пощечинам в Польше и проиграл, но с результатом не согласны даже поляки. И также организаторы Олимпии вновь пробуют спекулировать на потенциальном возвращении Кая Грина. Получается плохо. Всем привет! Свежий выпуск у меня на канале. Обсудим новости за последние дни. Новостей будет много, будет что обсудить, так что не жалейте комментарии после просмотра. Это помогает продвигать видео о спорте. Но прежде, друзья, я напомню, что мой партнер это британский бренд спортивного питания и одежды MyProtein. Ссылку на него я, как всегда, оставляю в описании под этим видео. Мой промокод там же, он дает скидку от 37% и больше на любой ваш заказ. Обращайте внимание на дополнительные акционные предложения на сайте. Как всегда, особое внимание обращаю на раздел витамины и добавки. Это различные протеиновые батончики, ореховые пасты, это сахарозаменители. Очень большой ассортимент продукции, которая может сделать вашу жизнь приятнее, вкуснее. И при этом не добавить значительное количество калорий. Я считаю, что это круто. Особенно, учитывая, что до лета осталось всего ничего. Ссылка на сайт MyProtein и мой промокод на скидку в описании под этим видео. Переходим к новостям. Ларри Уэллс установил новый личный рекорд. Жим лежа 180 килограммов на 17 повторений на скамье под углом. Мощный подход. Все в духе Уэллса. Был даже дропсет с 220 кило. Уэллс просто машина. А вот другу Ларри на той же тренировке не повезло. После дропсета в исполнении Ларри Уэллса под штангу лег Райан Кроули. И в этом подходе он сильно пострадал. Еще до инцидента он демонстрировал, насколько ему не хватает мобильности в плечевом поясе. Что он не может опустить штангу до конца. Но в тот момент все участники тренировки воспринимали это скорее как шутку. Да, немного деревянный, но очень сильный. Возможно, это было одной из причин травмы. Если вы болезненно воспринимаете моменты травм, то не смотрите на экран в ближайшее время. Потому что это действительно очень жесткое повреждение. Есть мнение, что это полный отрыв грудной мышцы. Штанга весом 220 килограммов придавила Райана уже на первом повторении. Это ужасно смотрелось в момент повреждения и сразу после. И ровно так же спустя некоторое время уже в больнице, когда начал формироваться отек. И был виден масштаб внутреннего кровоизлияния. При этом подобные травмы не редкость. Отрывы груди разной степени тяжести имеют место повсеместно. Иногда это вследствие халатности, перетренированности. Когда отлеты просто не готовы к определенным нагрузкам или же пренебрегали помощью страхующих. Но так или иначе, эта травма вполне могла закончить карьеру Райана как бодибилдера. И такой риск сохраняется до сих пор. Но Ларри, стоит отдать ему должное, оперативно объявил сбор средств для помощи товарищу. Операция уже состоялась. Она прошла удачно. И теперь впереди долгий период реабилитации. Хочу верить, что Кроули еще вернется к прежней форме. При этом, больше того, я обращаю вновь ваше внимание на то, что Ларри работал на этой же тренировке с таким же весом, в таком же дропсете. Но его подобные, настолько тяжелые травмы обходят стороной. У него был на драйв бицепса, какие-то еще небольшие травмы. Но подобных не было. Надеюсь, так будет и дальше. Ну и в любом случае, подобные случаи, это болезненные, ужасные грабли, на которые в данном случае наступил Райан. И которые, я надеюсь, обойдет каждый мой зритель. Берегите себя на тренировках и не только. Тем временем, Василий Комоцкий по прозвищу Пельмень на прошлых выходных отправился в Польшу на турнир по пощечинам. И в финале проиграл местному бойцу. Вот что после турнира говорил сам Василий. Всем здрасте. О, ладно, всем спасибо. Нихуя. У меня пчелы покусали. Так все хорошо. Но тут же кое-что болит. Голова не болит, все хорошо. Бывает в жизни огорчение. Опа, заплыл. Так что все хорошо. Там какой-то фолл такого видела. Но это было после удара. Шею держал. Так что все нормально. Что-то оно прям попухает побольше. Ну ничего, все пройдет, все нормально будет. Ну и еще несколько кадров с Василием. История с одного из организаторов турнира. Очевидно, это был сложный вечер для Комоцкого. Трансляцию турнира я не смотрел. Но знаю, что там были большие вопросы. И по столу между участниками. Он был очень широкий. И Комоцкий по сути не доставал до своих соперников. Сделано это было явно не случайно. И по судейству. И ладно бы только подписчики Василия. Сами поляки в аккаунте организатора пишут, что победил-то Комоцкий. Что с таким судейством только платные трансляции делать. И что круто, конечно, когда поляк побеждает. Но это не повод заслуживать гостей турнира. Я трансляцию не смотрел и судить не могу. Если вы смотрели, то поделитесь своим мнением о самом турнире и о судействе в комментариях. Опять же, если вам интересна тема пощечин, то думаю, Василий в скором времени сам обо всем расскажет, как оно там было в Польше. Похоже, что обошлось без серьезных травм. Василию только здоровье. Если же вам тема пощечин неинтересна, а я знаю, что таких людей у меня на канале большинство, просто переходим к следующей теме. Немного о бодибилдинге. На западе на днях хорошо подогрел обсуждение этот снимок Дэна Селмана, главного человека в структуре Олимпии. Он не владелец, но именно он отвечает за все, что касается турнира. И рядом с ним Кай Грин. Он не выступает уже пять лет, но каждый год за несколько месяцев до Олимпии он то и дело вбрасывает намеки, что в этом-то году он точно выступит. Собственно, этот совместный снимок Дэна и Кая из той же истории. Реакция общественности была неоднозначной. Кто-то в очередной раз поверил, а вот Крис Ацета, или Асито, кто как называет, посоветовал Дэну навестить лучше Шона Роддена, чем вести разговоры с Грином. Серджио Львово-младший считает так же. Цитата. «Я бы лучше увидел на этом снимке кого-то, кто хочет быть на сцене каждый год». И Серджио отметил Шона Роддена. Вопрос на самом деле спорный, потому что Кай, в отличие от Шона, не попадал в ситуации с обвинениями в изнасиловании, но при этом и у самого Грина репутация, прямо скажем, не кристальная. Все вы знаете, какие истории с ним были в прошлом. Стоит отметить, в далеком прошлом. Но они все же были. Другое дело, что Родден преследуется не по нормам морали, а именно по законам США. Он обвиняется в изнасиловании, или по крайней мере его попытке. И даже если Шона подставили, а это возможно, все равно в этой ситуации оказался именно он, а не любой другой мистер Олимпия до него. Но с другой стороны, Шону действительно не повезло в этой ситуации. Он пал жертвой очень спорного обвинения, по которому, насколько я понял, судебное решение так и не вынесено, хотя прошло уже очень много времени. А вот Кай, если бы хотел, давно бы вышел на сцену. Он в любой год мог получить приглашение от организаторов Олимпии. Но это он не выявлял желание выступать, это у него свои мотивы игнорировать Олимпию, и это он своими намеками провоцировал ситуацию, как в истории про мальчика и волков. Он столько раз играл на чувствах своих фанатов и неравнодушных зрителей бодибилдинга, что теперь ему никто не верит. И больше того, многие негативно отреагировали на этот снимок с Дэном. Много тех, кто здраво смотрит на ситуацию, потому что пик Кай действительно остался в прошлом, при этом ему далеко за 40, и никаких гарантий его выступлений теперь уже в 21 году, все так же нет. Я на этой теме спекулировать не собираюсь, я эту тему с Каем Грином уже несколько лет в прошлом проходил, так что до тех пор, пока не будет официальное объявление от организаторов Олимпии от Кая и не будет подписан контракт на его участие в Олимпии, я эту тему развивать не буду. Ну и, наконец, моя постоянная рубрика, что посмотреть на канале Рони Колмана. Почему она? Потому что в последнее время Рони публикует у себя на канале много интересных архивных записей со времен его активных выступлений или просто гостевых позирований. И вот, к примеру, свежая публикация. Это запись позирования Рони на Олимпии 1999 года. Это была вторая победа Биг Грона в его карьере, именно победа на Олимпии. Я был неудержим на Олимпии 99 года. Именно так это видео подписал Рони Колман. И, глядя на эти кадры, действительно с этим можно согласиться. И, пожалуй, согласятся все, кроме фанатов Флекса Уиллера, главного конкурента Рони на той Олимпии. Именно они были последними двумя атлетами, которые остались на сцене. Фанатов Флекса переубеждать смысла нет. Для них Флекс султан симметрии и какие-то его слабые места меркнут по сравнению с его достоинствами. Ну а фанаты Рони, в свою очередь, только согласятся, что да, Колман на этой Олимпии был лучше. Как вы считаете, кто был лучше на Олимпии 1999 года? Ронни Колман или Флекс Уиллер? Пишите в комментариях. Еще одна архивная запись – это позирование Ронни Колмана, гостевое позирование в армейской форме в 1997 году. И еще одно любопытное видео с канала Романа Остапенко. Это гостевое позирование Ронни Колмана в Киеве в 2010 году. К тому моменту Ронни уже два года, как завершил свою соревновательную карьеру. Он ушел на Олимпии 2008 года. Но при этом даже в 2010 в Киев он прилетел огромным, порадовал местных зрителей. Если вдруг кто-то из моих подписчиков был на том гостевом позировании Ронни в Украине в 2010, поделитесь своими воспоминаниями в комментариях. Это было бы очень интересно. Ну и опять же, все ссылки на эти видео я оставлю в описании под видео. Посмотрите, это интересно. Ну а на сегодня все. Я постоянно с вами на связи. Это и большие авторские выпуски, которые на подходе. И такие новостные материалы в небольшом блиц-формате для того, чтобы было удобно их посмотреть за рулем, за приемом пищи и так далее. В общем, спасибо, что смотрите, что поддерживаете их. Лайки, комментарии, подписка на канал. Это несложно, но, как я уже говорил, помогает продвигать видео о спорте. Это был проект G.O.B. Channel. Меня зовут Андрей Луценко. Не прощаюсь.